Сейчас я поеду в латвийскую глубинку, а то я, понимаете, рижанин такой у вас. Надо показать жизнь простых латвийцев за пределами Рижского кольца. Друзья мои, я доехал в кегу. Так одеваются в кегу. Почему меня никто не встречает? Друзья мои, всем привет. Как вам такой подворотик для моей розовой шапочки? Я экспериментирую. Чем еще больше удивить свою публику? Знаете, трэш-контент такой создать. Мне кажется, такой чепчик, это вообще... Я вот если бы так вышел на улицу, то все бы было. Ладно. Друзья мои, сейчас будет вам другой контент. Другой контент будет. Сейчас я только немножечко себя прихорошу. Сейчас я поеду в латвийскую глубинку. А то я, понимаете, рижанин такой у вас. Как это? Галспилсетник. Столичный Дэнди. Надо показать жизнь простых латвийцев за пределами Рижского кольца, так скажем. Ладно, если серьезно, то... Если серьезно, то сейчас я поеду в Кегумс. Это такой небольшой городок на 3000 жителей. Там живет моя подруга, которая приютила мой чемодан, который я привозил в Латвию еще в августе. Это я от вас скрывал, но я об этом рассказывал в своих распаковках, запаковках. Видите, кто не видел, тот может посмотреть. Кто видел, тот помнит, что я знал, что я вернусь в Латвию еще в июле. Я от вас все скрывал. Такой вот я нехорошая благеришечка у вас. Так, и чемоданы у нее стояли. Чемодан один. Вот, и там я перевозил такие вещи, которые мне точно не понадобятся. Там. Мы будем делать распаковку, то, что я накупил. Там всякие штучки для квартиры, плюс мои пальто. Вот, поэтому потихонечку пойдемте и посмотрим, как живет такой вот небольшой городочек Кельгумс. Ступени, непреодолимые ступени нашей станции. Ну, сказали, что к Новому году уже будут новые электрические у нас, современные. Надеемся, верим, ждем. Мы поедем по маршруту Айскраукле. Друзья мои, я доехал в Кельгумс. Осталось только. Все в Кельгумсе. Это Кельгумсе. Где моя подружка? Почему меня никто не встречает? Куда мне идти? Припинься тут, наверное, на другую сторону. Я-то не знаю. Ну, ладно, я так думал, что я уже приеду прямо в какую-то деревню. Деревню. Тут не деревня. Что-то там еще дома были какие-то. В Кельгумсе, между прочим, люди тоже носят розовые шапочки. Поэтому розовая шапочка – это тренд, уже второй тренд сезона. Так что... Я надеюсь, у вас уже есть розовая шапочка, правда? Так одеваются в Кельгумсе. Так, прокатимся по... Я рассказал подписчикам, говорю, покажу вам такую Латвию, где прямо... Сколько километров от... 60. От Риги, да? 60 километров? Ну, ладно. Этот город Огры, который... Ну, я в этом направлении вообще первый раз просто, наверное. Ну, поездом. И мне так... Там есть новая Огры, простоя Огры, и потом еще за Огры. Думаю, такая маленькая города. А этих уже там столько. Какие у вас полицейские такие. Значит, точно можно улететь, если уже будешь ехать больше, чем 30. Там был центр. Но там были дома, да, да. А здесь... А, там, значит, такой центр с домами. Там культурс там с домами. Культурный дом. Ну, домики у вас такие, знаете, не бедные, хочу вам сказать. О, местный магазин. Убирают, видите, улицы убирают. Метут, заметают. Магазин А и Б. Бород украшен. К праздникам. К праздникам. Да, хорошо. Это Айва. Ну, некоторые зеленые, а некоторые же желтые. Можно собрать уже, жалко. А что ты делаешь потом? Настой? А, сироп. Сироп? Да. А настойку не хочешь? А можно и настойку, опять же, и петрушку. Петрушка, брачки. Говорю, как Светка прямо сделала. Смотрите. Клубничка. Ну, клубничку уже надо срезать. Нет. Как нет? Нет, не надо. Ты уверена? Только надо эти усики сривать. Напишите комментарии. Мне кажется, что надо срезать ее на осень. Пишите, да. Да. А петрушечка? Можешь взять у тебя немножко? Да. Взять петрушечки. Да, можно. Посмотрите, какие. О, наливные прямо. Там уже кто-то начал кушать, видишь? Ну, да. Вообще. Апфаль. Красавчик, передавай привет Люмешу. Ай-яй-яй. Ай-яй-я. Красавчик какой-то. Ты красавчик. Красавчик. У нас было мало времени, буквально 30 минут, мы заехали за чемоданом Чуть-чуть только вам показал Кегумса, простите, как есть Что ты там? Вспания моя, тебе котик из Кегумса передавал привет, да, сказал, как там, Луминус там поживает, все хорошо Ну что, будем распаковывать Просто, чтобы вы посмеялись, у меня же там было подписано, где вверх, где вниз, да Для особо умных, как я, ну зачем подписывать, правда, я просто Да, папа твой открыл, все вывалилось, короче, ладно, давайте разберем Давайте разберем, опять стирку я вижу здесь, ну тут не очень много вещей Да то курточка моя приехала, видите Ну что, главный наряд приехал Сейчас я сейчас так буду по Риге щеголять Так что вы, мои любимые подписчики, вы же подписываетесь, правда Не забывайте, что надо подписываться, вы меня сразу увидите За километр в Риге просто, как я буду в своей голубой куртеночке щеголять Ну я не знаю, может быть, она мне очень нравится, да, покупка здесь Я и думаю, может быть, все-таки, знаете, как второй сезон Что-то уже не то, может как-то продать ее Потому что я тут на шопинг собираюсь Ну я, конечно, вас с собой возьму И в Заре есть точно такая же, только серебряная Новая коллекция Вот, и может быть, мне стать серебряным Феликсом? Раньше был какой Феликс? Железный, правда? Но я же не могу быть, я же не могу повторять за кем-то Надо быть естественным, самим собой За это вы меня и любите Правда? Вот, поэтому до золотого я не знаю, дотягиваю ли я еще Но серебряным можно А голубым я уже был, понимаете? Вот так вот Это я курочку делал, чтобы купал такая вкусная, блин, была специально Думаю, чтобы... Мне нету, знаете, этой, куда положить А потом вспомнил, что есть У меня же смеговская есть кастрюля, но я забыл про нее Я в три слоя выложил фольги Думаю, чтобы этот сок там, знаете, как можно больше оставался Теперь не сок И вот это вот все сейчас я буду вот так вот отдирать Послойно, наверное Это просто пипец какой-то Ну вот, ну что за попадус, ну? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!